Эти пловцы удивили спортивную общественность Сибири. С Кубка федерального округа они привезли 17 медалей. Немалый вклад в успешное выступление сборной при Ангаре сделала Лизавета Пермякова. Она стала второй по итогам заплыва в стилях дельфин и брас. С особой теплотой спортсменка вспоминает, как вместе с другими пловцами Иркутской области к поезде ехала на турнир. Было, конечно, и много интересных, весёлых моментов, но больше соревновались, ехали, настраивались. Ребят наградили не медалями, а вручили конверты с деньгами. Пока никто, говорят спортсмены, свой приз не потратил. Копят на новые купальники и гидрокостюмы. А тренеры коллекционируют победы. Таких масштабных завоеваний они не видели давно. Время иркутских пловцов наступило, уверены они. Особая гордость за результаты командной эстафеты среди юношей. Они завоевали два серебра в вольном и комбинированном стилях. Также порадовали девушки. Выставить и вольным стилем, у них бронза. Основная задача теперь – составить конкуренцию ведущим плавательным школам страны. Омск, конечно, Новосибирск, Алтайский край. Барнаул – это очень сильная школа, центр олимпийской подготовки. Мы с ними конкурировать, к сожалению, не можем командами. Только вот пока в некоторых номерах программы. Потому что у нас в бассейне, извините, в области, ну и в городе нету 50-метрового бассейна. Поэтому это очень большой минус для нас. У них у всех есть. Следующий этап Кубка Сибири пройдет в Новосибирской области в начале января. У ребят еще есть время, чтобы отточить свое мастерство и закрепить результат. Ирина Гапонча, Константин Синицын. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас.